Всем привет! С вами Александр Мусалян. И мы поговорим о клиентах. Давайте вернемся к тому вопросу, что происходит, когда клиент нам стучит в дверь, или в дверь салона, или еще куда, приходит к нам и просит что-то с ним сделать. Мы всегда сразу воспринимаем это как... Давайте панделировать, давайте что-то придумывать. Мы начинаем думать о том, какой у него тип лица, какой шея, плечи, профиль, рост. Но на самом деле ситуация в корень другая. К нам приходит клиент, и этот клиент имеет три вида длины. У него длинные волосы, какая-нибудь средняя длина, и короткие волосы, коротенькие волосики. И все, и больше ничего. И нам приходится работать с тем, что уже есть. И большая работа заключается в том, чтобы на длинные, средние или короткие волосы человеку предложить окрашивание. И окрашивание, мы уже изучали, оно бывает таких дизайнеров, как однотон, либо прядный, либо градиент. Так вот, давайте поговорим, что такое длина волос. В принципе, оказывание услуг в салоне. Когда мы работаем, к нам приходит клиент, у него есть три длины, да, он нас просит подстричь. Конечно, если вы там гуру парикманских идей, то вы можете предложить сразу человеку изменение образа и все остальное. Но практика показывает одну очень интересную вещь. Она заключается в том, что довольно сложно в первый же день угадать человеку правильный дизайн, правильную форму. Не потому, что вы не видите его типа лица или еще остальное. Нет, не в этом дело. Ситуация заключается в следующем. Вы не знаете образ жизни этого человека, вы не знаете бухгалтер этого, спортсмен, или еще какая-либо профессия. И вы не можете точно знать, подойдет ли человеку по образу жизни, по стилю жизни, там, каре, или подойдет ли бы ему короткая стрижка. Возможно, девушка себя не видит просто в другом образе, видит только с длинными волосами. Или она закалывает хвост и ходит с хвостом. Поэтому в первый же день, когда к вам приходит клиент, скорее всего, максимум, что вас попросят, это подровнять то, что уже есть, либо сделать, создать какую-то форму. Так вот, давайте и поговорим о том, что такое, ну, с чем мы сталкиваемся в салоне, когда приходит к нам человек. Итак, мы стоим у кресла, мы работаем, к нам приходит человек, к нам приходит человек, либо с короткими волосами, либо средними, либо с длинными. И что мы делаем с длинными волосами? Мы длинные волосы можем стричь, либо все тянуть вниз, все вниз тянуть. И это наша одна линейная форма, линейная стрижка, либо ее называют еще массивной, если кто учит pivot point, либо ее еще называют твердой формой. Да, там по асессу он учится, все остальное. Все волосы одной длины, все, и больше никак. Либо все эти волосы на длинные волосы вы можете стянуть вверх, и выбираете какую-то там контрольную прядь, и все тянете к ней. Все к ней, это вверх. И все, что вы можете делать с длинными волосами, это тянуть его еще куда-нибудь в какую-то сторону. Например, на лицо, и все волосы стричь, все волосы оттягивайте, все волосы стричь в одну прядь, на лицо. Конечно, вы мне скажете, ну можно и тянуть и в другую сторону. Правда, можно тянуть и назад. И тогда вы получите сзади короткий, впереду длиннее волосы. Но это по-прежнему останется слоистая форма, слоистая, какая-нибудь прогрессивная форма. Где будет короткая макушка, на внутреннем крае распределения волос, и длинная по краевой линии роста волос прядь. Так вот, у нас есть три стрижки на длинные волосы. Вниз, вверх и куда-нибудь направленные, на лицо, назад. Все, больше у нас стрижек нет. И по сути говоря, это самый продаваемый дизайн на длинные волосы. Всего три. Что касается средней длины, опять же, может быть и разные стрижки, но самые продаваемые стрижки, это стрижка с наклоном на лицо, горизонт и с наклоном от лица линия сэсун. И все, и больше стрижек нет. Может быть и есть там, вы назовете там, например, длина на плечах, отторванная, выкразанная макушкой. Но она по-прежнему стрижется по типу длинных волос. Вы опять берете какую-то контрольную прядь, все подтягиваете к ней. А мы говорим про стрижку, которая идет наклон на лицо, либо горизонт, либо от лица. И это продаваемый дизайн. И стрижка с короткой длиной. Короткая длина. Их тоже может быть три. Вы можете стричь все одной длины, это называется равномерная форма. Все волосы по голове одной длины, вообще по всей голове одной длины. Вы можете стричь волосы на макушке от коротка и какие-то длинные по краевой линии роста волос. Например, челочка мягенькая, какая-то приятная. Височки, на затылочке что-то оставить. И вы можете наоборот все это снести. То есть выстричь короткую височную зону, короткую затылочную зону создать. И оставить объем на макушке. Аля пикси, что-нибудь с андеркат. И это тоже очень хорошо продается. И так вот, вы имеете по сути в салоне 9 стрижек. Реально 9 стрижек. И больше их нет. 3 на длинные волосы, 3 на средние волосы и 3 на короткие волосы. И вот к нам приходит этот клиент. Он к нам пришел и он говорит, я хочу себе что-то поменять, что-то освежить. И вы вот смотрите и вы думаете, как на вот эту стрижку предложить определенное окрашивание. То есть вам надо на 9 стрижек поработать, как предложить, по сути говоря, нашу вот однотонку, упрямую или баградиент, как это будет смотреться. Сразу скажу, однотонный цвет всегда прекрасно смотрится на разной длине. На разной. И короткие волосы очень красиво смотрятся, если какой-то богатый, шикарный однотонный цвет. И длинные волосы тоже смотрятся прекрасно. Средний, однотонному цвету, если он действительно однотонный, богатый, хорошо сделанный, к нему претензий никогда никаких нет. Но всегда наши клиенты хотят что-то, хотят какого-то рельефа, хотят какого-то, ну, чтобы с ней поэкспериментировали, что-то где-то оставили, что-то куда-то закладывать, где-то какая-то прячь, чтобы играла на солнце. И поэтому у нас есть такие инструменты, как приятное окрашивание градиент. Так вот, смотрите, есть определенное, во всяком случае, это мое мнение, я никому не навязываю, но я решил для себя давно и давно, что длинные волосы очень хорошо красятся в растяжке. Мы красим корень, какой-то глубже цвет, какой-то темный, либо оставляем вообще свои родные волосы, если нет седины, либо свой родной очень красивый цвет. И плавно переходим от этого цвета в другой, то есть делаем что-то светлее, либо вообще кардинально, наоборот, можем сделать цветное, то есть можем прикрасить яркий красный в зеленый, в синий, в розовый. Все цвета очень хорошо смотрятся в градиентах. И что наша задача, на чем стоит задуматься? Насколько красиво будет смотреться градиент? Да, у нас есть градиентное окрашивание, но по сути градиентное окрашивание это выполнение определенной техники. И существует 4 метода выполнения градиентного окрашивания. Это балаяш, это аэртач, это, как вы думаете, правильно, хэнтач и это начес. Их всего 4 и больше нет. И по поводу техник мы будем рассматривать техники, вот они у нас здесь техники, мы будем рассматривать каждую технику отдельно своим уроком. То есть отдельно построение эффекта, отдельно каждую технику, при выполнении каждой техники следует обращать на определенные правила, и у каждой техники они свои. Поверьте мне, в однотонном окрашивании тоже хватает определенных правил, там первичное окрашивание, вторичное окрашивание, изменение цвета, смена цвета, переход там, например, с работой с сединой. Очень много нюансов и техник и технологий при получении однотонного. Точно так же очень большое количество работы по изучению техник в градиенте. У балаяша есть вопросы, у аэртача есть вопросы, хэнтача есть вопросы. И каждая техника имеет свои правила выполнения, то есть как построить эффект, как его повторить, как изменить эффект, как перейти с одной техники в другую, как исправить чужой косяк. В большинстве случаев все мои клиенты пришли, ну, наверное, и ушли, потому что у них было какое-то недопонимание с мастером. Я надеюсь, что от меня уходит не по этой причине. Но в чем суть? Приходит человек, у него есть определенное какое-то окрашивание, и вам надо что-то с этим делать. И техника, изучение техники позволяет вам с этим работать, поменять. Потом, при изучении техник очень важен момент, это идеальные условия для нее. То есть какая должна быть длина волоса для выполнения этой техники. Или густота, или структура, я имею ввиду там вьющаяся, или какая-то стрижка, структура стрижки. И самый последний, это какая нужна длина. Чему этот вопрос? К примеру, клиенту надоело носить длинные волосы, она хочет перейти с длинных волос в среднюю длину. И ее волнует, как ее окрашивание будет смотреться при переходе одной длины в другую. Поэтому у каждой техники свои правила, свои выполнения и свои рекомендации. Теперь давайте вернемся к нашим волосам средней длины. Тут стоит вернуться к длинным волосам. Вот часто говорят о такой момент, а как же милирование? Как же милирование на длинных волосах? Я соглашусь, что милирование когда-то было очень популярным, очень модным. И я не такой древний, но я застал эти времена, когда мы делали милирование тонкое, среднее, толстое, какое угодно. Но во всех милированиях есть одна проблема. И сейчас я вам расскажу в чем. Причем, если волосы все, все, все в одну длину, все в одну длину, то что вы получите по дизайну? Вы получите вот такую очень длинную прядь, белую и рядом темную. Вот такие вот две вертикальные ровные пряди. И больше ничего, они в одну линию. И слоев вообще не видно, потому что они все накрывают. Не знаю кому, но у меня этот дизайн не продается. Может когда-то продавался. В данном случае нет. Вы скажете, а что же если слоистая форма? Если у нас тянулись волосы какой-то контрольной пряди, прострижены, получили активную текстуру. Все кончики наслаиваются одна напротив другого. И стрижка выглядит воздушной, выглядит живо, объемно. Да, но милирование получится каким образом? Вы увидите у корня, вы увидите красивое милирование, вы увидите красивый рельеф, темного и светлого. Но концам, кончиком волос, вы получите на активной текстуре ощущение сеченных волос. Представьте себе эффект, когда рядом есть светлая прядь, и возле нее белая, темная прядь, и возле нее белое. Ощущение сеченных концов. В большинстве случаев милирование в конечном итоге на длинных волосах превращается в омбрай. У корня видно какой-то рельеф, на концах все равно оно все белое и часто выглядит пересушенно, пережженно, потому что милирование к этому очень часто приводит. Теперь давайте поговорим про среднюю длину. Средняя длина это наклон на лицо, середина, горизонт, либо от лица. Шикарно на этих волосах как раз таки смотрится то же самое милирование. Где 15-20 сантиметров максимум длины. И если какое-то время вы окрашиваете, то прядки часто освежаются, потому что такие стрижки требуют постоянного ухода, постоянной коррекции формы. И понятное дело, что никто не будет ходить по 2-3-4-5 месяцев, как сомбре. И в кончике форма будет постоянно освежаться. И на таких стрижках очень классно смотрится секторальное окрашивание. Например, висок одного цвета, а темная зона другого. Вуаль, пряди. Это все очень шикарно смотрится на средней длине. Просто изумительно. Что касается коротких волос. На коротких волосах вообще шикарно смотрятся все эти покрашивания. Все эти покрашивания. Что касается глубокий корень и контрастный рядом резкий светлый кончик. Либо это будут какие-то прядные. Либо это будут виски темнее, теменная зона светлее. Или это будет прядь просто отдельно другого цвета. А все какого-нибудь ахроматического, серого. Либо еще какого-либо цветового направления. То есть короткая стрижка, она просто космос. В плане дизайна, в плане моделирования. И мне больше всего вообще как мастеру нравится работать именно с короткой длиной. Потому что в ней масса инструментов, масса дизайнов, масса эффектов. Так что если кому хочется, приходите. Я с вами с большим удовольствием поработаю. Маленькая рекламка. А теперь что касается средней длины. Если Бетти ставит свое «я» в вышерассказанное, то я вам так скажу. Лично переход на длине в 10 см выполнить идеальное качество довольно-таки сложно. Потому что у вас получается какая-то зона в корневой части. Какое-то что-то должно быть средненькое. И уже получается остается кончик, который вы буквально через месяц уже будете резать. Потому что отросли опять корни. Честно говоря, на мой взгляд, на средней длине делать амбре это реально лишнее. Во-первых, это смотрится очень резко и очень-очень жестко. Теперь смотрите. О чем я говорил? Зачем вот это все я вот рассказываю? По сути, окрашивание блочное или окрашивание секторальное, окрашивание, вот работа в целом, работа с разным типом волос, длиной, длинные, средние, короткие. Если мы говорим не про однотон, а про какие-то цветовые и контрастные переходы, то мы возвращаемся к очень главному вопросу. Это то, как составить рецепт окрашивания красящей смеси. Когда вы красите амбре, балаяж, ну или вообще, к примеру, брендирование, то ваш рецепт окрашивания может быть даже до четырех. То есть одна мисочка, две, три, четыре мисочки. Вы будете делать замес на среднюю длину, на корневую часть, на концы. И плюс, возможно, вы будете использовать какие-то технологии, например, для растягивания, для смывания, то есть частично использование хэнтач, стягивая, либо эмульгировая в мойке цвет, для создания какого-то градиента. К чему я это все говорю? У вас реально может оказаться такая история, что вам надо создать одну мисочку для окрашивания одних прядей и вторую мисочку для окрашивания вторых прядей. При этом надо составить это так, чтобы одна и вторая друг с другом как-нибудь сопрягались, как-нибудь дружили. Так вот, в чем смысл. Мы возвращаемся все-таки к первому вопросу, что нанести. И первые уроки мои начнутся именно с того, как составить правильно рецепт окрашивания красящей смеси. Кто изучал колористику ранее, то знает, что по сути на рецепт состава окрашивания смеси влияют пять вещей. Это бренд, которым мы работаем. Мы поговорим об этом чуть-чуть позже, о материалах. Это натуральная база какого родного цвета волосы. Вернее, какого цвета натуральные волосы. Это косметическая база. Косметическая база подразумевает, какой цвет был ранее. Это процент седины, он может быть от нуля и до ста процентов, до стекловидной. И последнее, что нас волнует, это что правильно. Это что мы хотим получить на этих волосах, какой цвет. И под каким цветом мы подразумеваем три характеристики цвета. Это цветовой тон, это насыщенность и это его светлость. И когда нам клиент говорит, я хочу цвет рыжего оттенка, вы должны понимать, что у вас клиент летнего цветотипа, либо осеннего цветотипа. Или у вас клиент весеннего цветотипа. И рыжие, возможно, осенью можно сделать рыжий. Допустим, весне можно сделать рыжий. Но два разных рыжих. Первый рыжий, это будет яркий. Другой рыжий, это будет приглушенный. Так как осень наша приглушенная. И вот, когда вы работаете с цветом, вы должны понимать, что вы создаете цвет не только, что вышло, но вы контролируете его и светлость, и насыщенность, и цветовое направление. И вот в моих уроках, на которые я вас приглашаю, мы будем рассматривать материал, мы будем рассматривать, с чего состоит краска, будем рассматривать такие вопросы, как строение волоса, какие слои задействуются в волосе. Мы будем рассматривать базу красителя, матрицу цвета, и это все поможет вам в дальнейшем решить элементарные и простые задачки по созданию, рецепта создания краешей смеси, для получения того цвета, который вы решили, а не тот, который вышел сам, и вы радуетесь тому, что уже вышло. Большое значение имеет в изучении цвета и не только сам краситель, но и сама структура волоса, что красилось в прошлый раз, материалы, которыми красились в прошлый раз. В общем, ребята, подписывайтесь, мы начинаем видео уроки, видеокурс, я всех жду, пишите, звоните, буду рад, буду отвечать на вопросы, пишите в директ. До встречи, ребята!